Исламский месяц Зурхиджа приближается к своим самым главным дням – Арафа и праздник Курбам-Байрам. Проявляя особое уважение к этим священным датам, мусульмане совершают усиленное богослужение и закалывают жертвенное животное, надеясь на милость Всевышнего и его прощение. Так как же лучше провести эти дни и что нужно в них совершить? В сюжете моих коллег. День Арафа наступает накануне главного праздника мусульман – Айдуль-Адха Курбам-Байрам. Это одна из самых важных дат в исламе. Именно в этот день мусульмане, находящиеся в хадже, делают обязательный ритуал паломничества – нахождение на горе Арафат. Соблюдающему пост в этот день прощаются грехи уходящего и следующего года. В день Арафа посланник Аллаху сказал, что в этот день Иблис бывает настолько унижен и подавлен, как никогда в другие дни, от того, что он видит и наблюдает ту милость Всевышнего Аллаха, которую Аллах проявляет в этот день. И еще есть хадис посланника Аллаха, где он говорит, что в день Арафа Аллах прощает столько людей, сколько он не прощал за весь год. Имеется в виду, настолько объемная и обширная милость Всевышнего Аллаха в этот день. Для тех, кому не посчастливилось отправиться в хадж, ученые-богословы советуют не унывать, ведь они могут провести день Арафа в богослужении, совершая благие поступки и прося прощения за грехи. Отличаются эти 10 дней и, в частности, день Арафа тем, что в эти дни желательно нам все больше и больше упоминать Всевышнего Аллаха. Как и сам посланник Аллаху сказал, «Аксиру фиха минат-такбири ват-тахмеди ват-тахлиль». Имеется в виду, увеличивать в эти дни такбиры. Это имеется в виду, читать побольше Аллаху Акбар. У них есть разные формы. Это потом зикру, ла-иллаха, ла-аллаха, или архамдуллах, разные таспехи, формы таспехи, упоминания Всевышнего Аллаха. Их желательно увеличивать в эти дни. И особенно, еще больше уделять внимание именно День Арафа. Аиду-ль-Адбха, Курбан-Байрам. Возникновение этого праздника уходит глубоко корнями в историю, во времена пророка Ибрагима, алейхиссалям. Это известный случай, когда великий посланник Аллаха, дабы не проявить ослушание по отношению к Создателю, готов был принести в жертву собственного сына. Но Всевышний Аллах проявил милость к своему пророку и даровал Ибрагиму животное, которое он принес в жертву. С тех пор это деяние приобрело особый статус. В Коране есть аят, где Аллах, повествуя об этой истории, говорит, как Ибрагима, алейхиссалям, обращается к своему сыну. Что ты скажешь, мой сынок? Я вижу такой сон по велению Всевышнего Аллаха, чтобы я тебя принес в жертву. И мудрость этого маленького Исмаиля, пророка тоже, он говорит, ты делай то, что тебе вилят, и, иншаллах, я тоже проявлю в этом собру, ты найдешь меня терпеливым. Они, конечно, отправились на местность, там, где приносят жертву, проношение. Он как нужно уложил его, и когда проводил нож, нож не порезал. Но, по воле Всевышнего Аллаха, мы из этого тоже извлекаем то мудрость, что все причины, а не то, что Аллах создал, они без воли Всевышнего Аллаха, они не могут исполнить что-то. Самый главный праздник мусульман Курбам-Байрам начинается с праздничного намаза. Его совершают с раннего утра во всех мечетях, где делают пятничную молитву джума-намаз. Ученые богословы отмечают, что это важная сунна, которой не следует пренебрегать. О достоинствах праздничного намаза сказано немало, и, следуя за пророком, нам тоже следует исполнить его. Праздничный намаз – это тоже настоятельная сунна пророка, настолько, что даже тем людям, которые пятничные, не обязательно, например, кто могут оставить бодопутник или женщина, или какие-то больные люди, которые дома остались, даже им является желательно их совершить. Если человек даже оставит совершение этого собственного намаза, ему желательно до обеда хотя бы возместить или даже после обеда возместить, совершить его как праздничный намаз. Известно, что одной из главных особенностей этого праздника является жертвоприношение. По мазхабу, имама Шафии это действие не является обязательным, однако очень желательным. Животные, которые приносятся в жертву, должны быть здоровыми и без изъянов. Резать курбан можно только мусульманам, достигшим совершеннолетия. Конечно, желательно, в первую очередь, мусульманам, совершеннолетнему, разумному и свободному. Иметь в виду рабов или маленьким детям, за них курбан не режут. Это желательная форма действия. И, конечно, желательно на всю семью это распространяется. Если хоть в одной семье один человек исполнит, это сумма уже от всех отпадает. Также стоит учесть, что при определенных условиях желательный курбан может стать обязательным, если намеревающийся резать животное даст обед, что он непременно принесет жертву в праздник курбан-байра. Если человек говорит, что это мой курбан в этом месяце, он тоже должен упомянуть в этих местах, если он скажет, что это желательный курбан, лучше так говорить. И в тех случаях, когда он становится обязательным, то мясо, которое полностью это животное, которое порезали, он должен раздать в пользу бедных. Для себя он не имеет права оставлять ни одного куска даже. А в желательном курбан, который человек принес в жертвоприношение, там, конечно, желательно ему раздать все, оставить для бараката себе какой-то маленький кусок. Но если это не может, хотя бы на три части разделить, третий раздать, третий самому домой и на третий угостить, позвать людей и их угостить. Ученые-богословы настоятельно советуют проводить этот день в приподнятом настроении, радуя родных и близких, по возможности накрыть праздничный стол, тем самым выделив этот день. Ведь курбан-байрам, айдуль-адха – это самый главный праздник мусульман. Абдулла Алифиновский-Тихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.